В Костанай умирающий от рака мужчина может провести остаток своих дней на улице. В области нет хосписа и обычно такие больные уходят из жизни в кругу семьи. Но у Александра Черепанова родных нет. А в больнице его держать больше не могут. Что делать? Разбиралась Нина Шапо. 62-летний Александр Черепанов на четвертой стадии рака легких. Врачи уже расписались в своем бессилии и выписали из онкологического отделения. Можно сказать в никуда, ведь родных у Александра нет. Единственный, кто оказался неравнодушным к его судьбе – бывший работодатель. Он устроил умирающего в платное отделение, в бесплатное не принимают. Но платить в сутки 4200 тенге ему становится все тяжелее. Он в неадекватном состоянии, ему становится хуже и хуже. Но досмотр, конечно, медицинский ему необходим. Потому что это и обезболивающие препараты и так далее. Оказалось, что во всей Костанайской области нет хосписа. То есть, если Александр Дымовский перестанет платить, умирающий человек окажется на улице. Чтобы устроить его в дом инвалидов, необходимо собрать целый пакет документов. Это письменные заявления получателя услуг. Справки об инвалидности. Если есть, если нет, то не надо. Медкарта. Копии документов, удостоверяющих личность с наличием. При этом не факт, что комиссия одобрит его кандидатуру. Но даже если ему повезет, придется ждать еще очередь в дом-интернат. Единственная альтернатива хосписам – палаты палеоативной помощи. Но они с наплывом онкобольных не справляются. Можно создать такой стандарт социальной услуги для людей, чтобы достойно дать им уходить в мир иной. Конечно же, для этого требуются финансовые средства. Но их нет. В республике, где диагноз «рак» ежедневно ставят 100 пациентам, и немало части из них уже на последней стадии действует всего 7 хосписов. Есть еще несколько больниц сестринского ухода, но мест в них катастрофически не хватает. Поэтому вариант перевоза Александра Черепанова в хоспис другой области тоже уже не рассматривается. Там своих умирающих хватает. Нина Шапой, Евгений Баюрчук, Информбюро, 31 канал.